сегодня у нас 3 марта 2021 год 2000 вот занимаюсь распечатыванием брошюр вот брат андрей головач купил вот этот как он станок то называется принтер вот здесь вот я разные открывая брошюры как я уже сделал раз как а у меня тут например молитва 7 кратная тут у меня уже готовы это ворде я сделал их открывая то есть она меня уже сделано как брошюра нажимаю файл потом печать и здесь выставлять сколько копий надо но я сделал пока одну чтобы для показа и здесь а тоже двухсторонний печать переворачивать страницы относительно длинного края это у них автоматически так заложено чтобы сделать чтобы она была короткого края то что это она получается вот так будет печатать на полный лист вот так вот печатать а мне-то надо в две колонки получилось и вот для этого я должен поставить переворачивать страницы относительно короткого края вот я нажимаю короткого края и все и потом печать он сейчас должен начать печатать весь процесс покажем сразу то есть как я занимаюсь в течение дня вот когда у меня время свободное есть я вот это уже тоже напечатал сейчас вот этот экземпляр пропечататься я буду показывать как дальше у меня процесс проходит и брата тоже помогу ему покажу вам как он может содействовать мне в этом году ничего тут так-то сложного нету особенно когда уже неоднократно делаешь хочу еще один например очень легко узнать сколько листов задействовано в одной брошюре вот например если написано 24 вот я для себя узнал 24 25 на развороте то есть на середине то значит делишь пополам получается 12 листов то есть в брошюре 12 листов я их потом отсчитывайте 12 листов и складываю все вот она готова здесь на развороте 67 то есть это значит три страницы на два делится 3 3 листа я их вот так вот складываю может подальше отлично обычно или на столе делаю или вот здесь вот стараюсь как чтобы сделать все ровно с боков и здесь ровно было тоже вот так вот раз перегибаю этими пальцами стараюсь держать вот эту часть чтобы она не съезжала а это загибаю и выравнив по этим краям по второму нижнему который внимательно смотрю и загибаю это внутренняя часть готова потом я делаю отдельно еще эти обложки тоже тоже у меня в морде они сделаны распечатываю их потом уже степлером будет сделать вот эти вот вот например двадцать две то есть одиннадцать должно быть этих листов я смотрю по цифрам то есть 22 на убывание идет 20 18 и когда до двойки дойдет это значит конец брошюра то есть должно быть 22 вот идет следующее 22 слушая по нескольких экземпляров и сразу задаю что там не по одному печатал хотя в этом тоже есть минус если там чернила заканчивается он потом начинает делать брак то есть в середине белизна вот такая бракованная получается но это не переугадаешь такое не поймешь все я взял сейчас не знаю мне эти есть нет готова уже вот они обложки на семье этот материал который я загнул это семье вот обложка здесь вкратце чьи это материалы пассивная техночьи лапкина вот и данные что тут у нас есть сайт форум и на ю тубе канал вот так вот видно на что я дальше делал беру обложку готовы у меня уже тоже загнутая загнул так вот вставляю посередине раскладываю беру степлер здесь у меня же скобки заложены вот она скобка вот длинная новая стоит какие именно сейчас покажу вот такие номер 24 на 6 тысячу штук то есть 6 высота 6 миллиметров и 24 именно ширина ее скобки вот этой есть другие скобки я сперва не знал об этом есть другого формата скобки оказывается они еще есть по толщине разные вот это вот которые вот эти вот именно вот как эта коробочка это хорошая толщина толще а бывает тоньше толщина у скобки и она уже когда толстая делась брошюра она уже начинает загибаться края у нее именно она не прошивает до конца то есть бумагу не может проткнуть я то сперва думал в чем-то может в этом аппарате все дело в степлер оказалось нет именно зависит от толщины стенки скобы самой опытным путем уже узнал вот это вот раскладываю соединяю ее и вот сюда закладываю вот в этот степлер он специально для брошюр сделан здесь выравниваю края и на на 2 скобки делаю делаю так получается вот она середина идет вот эта загнутая часть вот чуть-чуть тут на где-то на миллиметр 3-4 где-то примерно должен выступать чуть дальше и потом нажимаю вот она лишь посередине получилось если чуть вперед продвинешь этот то она будет это дальше если сюда то будет здесь в принципе роль это не играет лучше конечно посередине делать на каком расстоянии от края это я уже делаю на глаз то есть я здесь уже без разницы и думаю все 2 хватает согнули все и положил покажи вам те готовы у меня лежат то есть осенье вот у меня осенье вот тут лежит положил в принципе не сложно да так главное руку набить все будешь пробовать я буду подсказывать я буду первый раз ты думаешь у меня куча ошибок было просто в этот момент я не заснял это вот она уже готова вот она 7 кратный день 7 кратного там есть 7 кратная это обложка убери и молитва 7 кратная написано с левой стороны ниже ниже вот это вот ее бери это уже вставляю можешь сесть без разница хочешь сейчас ее разворачиваем на середине не менее на середине разворачиваю полностью открой и вот так вот и вот так вот ее клади и потом туда вставляю вот так заводи ее туда примерно на сгибе чуть-чуть этот отодвинь чуть подальше вот сантиметра где-то 3-4 отступая от края все раз ну да я тут плохо ну да да примерно так ага давай все сейчас следующий край вот так тут ничего сложного нет особенно когда уже поделаешь не одну сотню быстро получается чуть-чуть назад на 7 вот так примерно делай ну да тут свет такой не очень зрение позволяет все это делать о отлично все готовы вон оно вон оно вон оно с края лежат молитва 7 крат ну вот так вот я сижу шлепаю у нас есть молодежь вся живет из общины ребята где-то далеко отсюда так бы можно было их привлекать к этому делу пока я справляюсь один с божьей помощью ну вот так вот да Господь дает ну все слава богу за все аллилуйя ну вот так 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 вот так